Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, уважаемые граждане, я, подполковник милиции Мохнач Юрий Иванович, командир роты Патрульно-постовой службы милиции, отдела внутренних дел Лицского райисполкома, обращаюсь к вам. 19 июня этого года я находился на службе по охране общественного порядка. В нашем городе проходила цепь солидарности, поддержание кандидатов в президенты Республики Беларусь, альтернативных кандидатов. В этот момент на акцию пришли мирные люди, граждане, добропорядочные граждане нашей страны. Они пришли с детьми, с женами, с колясками, вышли пенсионеры. Мне поступила команда, а заместителя начальника Лицского РООД, подполковника милиции Вораменкова, разгонять и задерживать людей на данной акции. Я подчеркиваю, мирной акции, где никто не нарушал общественный порядок, где находились мирные люди. Я ответил, что я данный приказ выполнять не буду. Также он сказал, что данное указание поступило от первого заместителя, начальника УВД Гродневского госполкома Шастайла Александра Ивановича. Сразу после данного случая я примерно через неделю ушел в отпуск. Думал, что это все пройдет, это рано зарубцуется. Но, выйдя на службу, я понял, что в период проведения предвыборной кампании начинается реальная подготовка к войне против своего народа органов внутренних дел. Это идеологическая подготовка, истягивание, вы все прекрасно об этом знаете, и техники в город Минск. То есть была такая идеология. Если действующая власть проигрывает, то каждого из нас будет вешать на суках у дороги. Потому эту власть надо защищать любыми средствами и способами. Я не смог продолжать службу и перестал ходить на нее. После проведения выборов и оглашения результатов, вся Беларусь поняла, что нас жестко обманули. И данные, которые подала Центральная избирательная комиссия, не соответствуют действительности. Люди начали выходить на мирные протесты, чтобы высказать свое мнение. Наши люди, которые работают на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, в бизнесе, начали высказывать свою гражданскую позицию. Однако эта позиция была неудобна властям. Они начали жестко пресекать это. Это не обошло и наш город Лида, в котором происходили страшные вещи. Это избиение людей на территории РОВД, это избиение истязание людей в автозаках, причинение телесных повреждений. Избиением и издевательствами занимались сотрудники ОМОН, ОВД Гройнского госполкома, а также сотрудники Лицкого РОВД. Это происходило не под руководством начальника Лицкого РОВД, а можно сказать под его крылом. Также я хочу сказать, что в Лицком РОВД есть достойные офицеры, которые достойно с поднятой головой подали аэропорта на увольнение, с которыми я общался, и которые готовы дать показания о противоправных действиях на территории Лицкого РОВД. Это 13 достойных офицеров, которые не согласились с издевательствами, истязаниями, избиениями людей. Также мне известно, что на мойке транспорта Лицкого РОВД проводилось избиение, издевательство над людьми. Данное выступление исходит лично от меня. Никто меня не проплатил, как это сейчас модно говорить. Никто меня к этому не принуждал. Это крик души, потому что с этим мириться нельзя. Такое отношение к своему народу недопустимо. Я сам столкнулся с этим беспределом, когда видел своих знакомых, друзей, которые по своей сути политичны, не вникали никогда в политику, просто выходили из подъезда в тапочках погулять, и их забирали, и на их телах находились побои, начиная от шеи, заканчивая нижними конечностями. У них было все синее. В настоящий момент, уважаемые сотрудники милиции, уважаемые граждане Республики Беларусь, мне стыдно носить погоны сотрудник органов внутренних дел. Те 23 года, которые я отдал службе, лучшие годы своей жизни я отдал службе в органах внутренних дел, я никогда не мог подумать, что так обернется, что мы начнем относиться зверски, скотски к людям своей страны. В органах внутренних дел я прослужил 23 года. Во время прохождения службы в основном я встречал порядочных сотрудников, которые защищали права, свободы граждан, граждан нашего города, страны. И это очень похвально, это очень здорово. Но в последнее время видно, что эти сотрудники начинают выполнять преступные приказы, которые им не надо выполнять. Еще не поздно остановиться. Я не призываю ни к насилию, ни к войне. Я просто призываю остановить насилие над людьми. Милиция это тоже люди. И на другой стороне тоже люди. И в общей массе мы, граждане Республики Беларусь, не должны допустить никакого кровопролития, истязания, избиения, смертей. Мы должны разбираться цивилизованными средствами и способами. Редактор субтитров А.Семкин